Друзья, всем привет! С вами компания Dream Life Cypress и мы решили устроить такие кипрские посиделки, на которых мы хотим осветлять вопросы в комментариях, которые вы будете задавать. Поэтому просим вас после сегодняшнего выпуска начать их задавать и писать то, что вас действительно интересует. И мы в таком вот формате, в легком общении будем отвечать на них. Можете писать в WhatsApp, Viber, Telegram, куда угодно, если вы не хотите писать в YouTube, пишите в Instagram, мы будем записывать сообщения и будем записывать сообщения и вопросы, ответы. Ну, на самом деле, такой формат для нас, Коля, еще не привычный, мы еще пока привыкаем к нему, но попробуем запускать такую периодичность друг за дружкой. А так, в целом, мы хотим легко, просто, доступным языком, как мы видим, рассказывать, да, на то, что интересует вас, просто ответы. Ну что, поехали, да? И первый вопрос, Коль, который, ну, просто всех всегда интересует, это, что Кипр когда-то пережил землетрясение, точнее, не Кипр, а Турция, да, пережила землетрясение. Вот у людей, вот, конечно, остался такой страх после вот этого землетрясения. Во-первых, я сама была на Кипре в то время, ну, ты был тоже, соответственно, и, как бы, люди не были тут, но им страшно. Давай вот это вот расскажем, вспомним, как это все было, и вообще вот расскажем про то, что там наводнения, цунами, могут ли они быть. Ну, короче, давай вот это все расскажем, я думаю, что будет интересно. Ну, я начну с того, что мы все должны понимать, что Кипр вообще как остров, он является, он находится в сейсмозоне. Это значит, что всегда на Кипре бывают какие-то землетрясения, то есть часто, как бы, здесь часто трясет, скажем так, да, часто трясет, если посмотреть даже статистику, нас очень часто не бывает. Но, как говорится, слава богу, мы живем далеко от эпицентра, потому что обычный эпицентр происходит возле Пафоса, в крайней точке Южного Кипра, либо где-то в Турции, там, где-то там, в Стамбуле и так далее. Ну, по себе скажу, извини, конечно, перебила, по себе скажу, вот как трясет? Не так, что прям тут все ходуном ходит, да, и люстры типа шипают? Нет, было такое тоже. Ну, я не помню. Нет, было, но оно такое разовое, это было больше, когда в Турции было землетрясено, тогда она здесь тоже трясло, и вот эти цезаревские высотки, вот так вот, да, шатались, там, видео люди снимали, но, как бы, ничего не рухнуло, ничего там, ну, может, трещины какие-то действительно пошли, потому что это много баллов, вот, реально много баллов, вот, но в целом, в целом, знаете, это все происходит настолько аккуратненько, что ты даже можешь не заметить вот эти легкие толчки, то есть это, и, кстати, показатель тому, что старые дома не рухнули, да? Ну, вообще, как я и сказал, Кипр, он сам по себе, он очень сесть с Мазона, скажем так, сам по себе, поэтому он часто, это движется в эту сторону, то есть мы понимаем, что застройщики, многие понимая это, то, что надо строить уже нормально, они строят, то есть, как бы, как, даже не так, что застройщики понимают, есть определенный закон на Северном Кипре для строителей, для строительных компаний, то есть компании, которые занимаются стройкой, то есть они должны, как сказать, соблюдать определенные нормы, то есть определенная норма, это считается то, что, что должно быть определено фундаментом, сваи, не знаю и так далее. То есть есть минимум определенный. Это значит то, что здесь по закону, по документам дом должен выстоять землетрясение до 7 баллов, до 8 иногда. Это такая норма, которая должна быть... Хотя это нормальная норма. Минимальная норма, которая должна быть использована. А в Турции сколько было? В Турции это было около 8 баллов, 9. Но в Турции была проблема в том, что они не готовы были к этому. Там прям жестко все развалилось, там прям дико все распалось. Я говорю, фишка в том, что Кипр, он к этому устойчивый, он привыкший к этому всему. И когда там раньше, еще не помню, лет 3-4 назад, когда еще сюда не приехали, у нас тоже было сильное землетрясение. Помню, ночью просыпаешься, кровать вот так вот ходит, шкаф ходит, лампа ходит. Это тогда в Турции было? Нет, это тогда в Турции еще было. У нас было такое где-то 6 баллов примерно было тогда. Но это было прикольно так, конечно, было. Страшно, но знаете, когда первый раз ты не понимаешь, что такое, ты просыпаешься ночью, ночью просыпаешься, тебе катают так кроватку. 30 секунд покатал, а ты успокоился, уснул дальше. Ну и ничего ты не сделаешь, как бы это нормально. Но мы понимаем, что если это уже был один раз, второй раз, третий раз, и мы понимаем, что это периодически бывает, там 1 балл, 2 балла, бывает какие-то толчки, ты к этому что привыкаешь. И если из-за этого все время, когда сейчас старые дома не разрушились, там виллы, квартиры и так далее. Это реально показатель. То есть мы смотрим Фомагусту, которая строилась лет 15 назад, там есть дома, которые уже по 20 лет они дома. Они стоят целые, невредимые, да, они треснутые. Ну это нормально, считайте, как бы так. Тем более тут стройка-то не такая, как, например, в СНГ странах, да? Тут нет такой стройки, что там плотно, там вот это все, чтобы зима пережить и так далее. Здесь еще летний вариант. Все форматы вилл, домов, они достаточно такие, ну... Это раз. Во-вторых, они строят не как у нас кладкой, они строят каркасом. То есть они поднимают балки, колонны поднимают, и эти колонны берут как бы на себя всю нагрузку. За счет этого оно не поддержится. Сейчас есть определен закон по лимитированию роста, еще роста квартир, еще есть роста домов, потому что сейчас государство понимает то, что как бы строят все очень много, очень много строят высоток. Земля под низом тоже, она же не резиновая, она не может, чтобы держать столько нагрузки. И ввели определенные нормы для застройки. Допустим, сейчас из Келле запрещен строить высотки. По новому закону можно строить только на 2-3 этажа максимум. Тем самым они как бы убирают нагрузку из земли. А это землю? Смотри, компании, которые получили разрешение заранее, до принятия закона, они могут строить и 30 этажей, грубо говоря, если у них есть это разрешение. То есть у нас есть, допустим, Гранд Сапфир, который строит, компания строит. Там фундамент на 30-40 метров в глубину пошел, как бы это нормально, потому что здание огромное. Но когда трясло, его тоже шатало, конечно, так прикольно, но стоит нормально, как бы ничего ему не случилось с ним. Это тоже как бы показывает качество стройки, соответственно. То есть скажу так, когда бывает землетрясение, мы у себя в Цезаре спим спокойно, потому что мы знаем, что ничего не будет. Как бы, то есть мы не переживаем это. Но, друзья, никто никогда вам не может дать таких гарантий. Это мифы, когда там, ой, тут никогда не будет, там когда-то будет землетрясение и так далее. Это все неправда, потому что мы вообще не знаем, где может трясти, где не может трясти. Сейчас вообще во многих местах нашего земного шарика трясет, и мы не знаем, что дальше будет. Но в целом, вот такая история на Кипре, что здесь не так, как в Турции. Не так. Совершенно все иначе. И вот, кстати, когда было землетрясение в Турции, ну, вот и здесь тоже оно было, вода, море ушло, прям вот ушло с берегов. Это было очень страшно. Мы думали, что будет цунами. А потом, когда изучали этот вопрос, мы поняли, что здесь, оказывается, не может быть цунами, потому что здесь так расположены плиты, вот эти вот морские, да, вот эта вся история, что просто цунами, негде разогнаться. Тут есть даже и большой шторм, большие волны, они не такие большие, например, как на Черном море. Вот то, что сейчас в Сочи было, там все затопило, все накрыло, здесь до таких высот не доходит. Во-первых, еще по поводу землетрясений, наши старожилы, которые здесь живут, уже лет по 10-15 живут люди, они уже немножко пессимистически к этому с ним относятся, как бы говорят, вот много застроилось, сюда люди начали делать такие чемоданчики, аварийные чемоданчики, я с них смеюсь, конечно, всегда, потому что, ну, как бы это смешно, паспорта, деньги, знаете, там, собирают и ходят с ними на улицу. А что, я тоже собрала в тот раз, когда... Ну, это вы приехали только, вы это почувствовали первый раз, а многие, которые здесь живут, которые это чувствовали много раз, как бы, люди, не знаю, ну, это паранойя, возможно, возможно, правильно, я не знаю, я никому к этому, не говорю, что это неправильно, но просто это такое есть. Слушай, на случай пожара тоже такой чемоданчик надо держать. Ну, возможно, я не знаю, ну, опять же, риск мал, но, конечно, он всегда есть. По поводу цунами, да, ты права, здесь много было информации, я помню, даже люди какие-то приезжали, наши клиенты какие-то, ну, не клиенты, люди приезжали на тур, вот, мы там видели, там, у вас там есть следы от цунами, что там какая-то яма там, я говорю это не может на кипр быть цунами даже погуглите просто в google любите кипр цунами нет такого здесь насколько я слышал максимальная волна это чудо там три четыре метра больше нет волны то есть как бы это не цунами по факту как бы чтобы затопить здание это нереально во-первых разгона нет ни волны что разгона 1 2 мы находимся в средиземном море мы находимся какие-то больших океанах морях средиземный море такой большой не черном даже но мы не большое это море здесь там по сути море как бы ну не такая большая территория поэтому как бы я не скажу что как бы так страшно как бы этого точно боится не стоит такой давай еще один вопрос раскроем комментарии до людей у людей конечно же паника на фоне того что территория не признана точнее она частично признан признана республика кипр и у людей вот такой вопрос да а где гарантии что на непризнанном северном кипре у нас это квартиру не изымут если законы поменяются проекты хорошие ценные условия интересные плюс ну с эсмического острова может как бы это обсудили да то есть людям нравится проекта нравится ценовая категория которая сравнение да с европы то есть она намного ниже намного интереснее здесь приобретать недвижимость возле воды она более доступная но вот такой вопрос а как вот где гарантии что у меня вот мою недвижимость не заберут давай начну с того что немножко сейчас к сожалению цены уже начали подниматься вверх так как всему миру стали подниматься они как сказать где-то падают это поднимается такой вопрос просто если смотрю статистику люди многие приезжают а вот вас типа так дорого вас тут типа не испания не европа не португалия и так далее да мы должны понимать что давайте посмотрим что другой моей стране свою сторону расскажу а вы напишите в комментариях правы и справа не права испании дешевле португалия дешевле есть один нюанс смотри мы часто смотрим как клиенты я сам тоже как тоже интересуется вопросом и смотрю на другую сторону допустим мы говорим про испанию кто-то ребят рассказывает что там вот тот море там пять километров от моря можно купить там вторичку двушку там чуть за 100 тысяч евро можно купить вот я к этому веду к чему что мы рассматриваем старые дома у которых старые трубы старая система то есть вы как клиент покупая красивую оболочку через год через два столкнись с проблемой прорыва трубы канализации воды системы и все что нужно будет сделать это будет на вашей плечи ложится и вы будете это делать благополучно за еще тысяч пятьдесят как минимум вложите потому что то верно союз это не дешевле потому что перечко это ваше жилье которое во первых новое которое не будет не будет выдавать хлопот как минимум лет 5 или 10 и давай вернемся к документам до документы вопрос непризнанности вы многие пишите да как ты сказала за непризнанность кипра кипр не признать территория согласен но давайте рассмотрим такую сторону северный кипр был оккупирован турцией в 1974 году это почти 50 лет как кипр был не признан то считается сейчас почти там 50 лет а скоро будет нас ну давайте посмотрим по другому посмотрим ребята ну давайте будем адекватные вопросе в том что 50 лет прошло почти за 50 лет люди здесь живут кто-то покупал квартиры еще там 90-х годах 2000-х годах до сих пор люди пользу своими квартирами пользуются кипр также не стоит на месте в 2000 не помню четвертом и пятом году ли в седьмом и не помню точно была создана комиссия комиссия по обмену земель земли земель и объектов недвижимости между киприотами то есть есть такое понятие как обменный титул есть понятие как турецкий титул есть понятие как греческий титул это разные титул титул есть очень много эти титул там очень ценовые подарки и так далее это разные вещи но мы сейчас говорим про основные до греческий титул это понятно что собственник этой земли который допустим находится на северном кипре есть земельные участки которые собственники греки если вы как покупатель покупаете квартиру дом который земельный титул греческий это сто процентов вы находитесь большой зоне риска потому что никто никогда не может вам гарантировать, что в следующем году, в этом году, через год Кипр не объединится, Кипр еще не сделает какие-то нюансы, не знаю, ну что-то не случится на Кипре, или просто не приедет сам Грекий Привод, не приедет на вашу сторону и скажет, слушай, это моя земля, давай, иди отсюда, это мое. И никто в этом вам не поможет, никакой адвокат, потому что изначально эта земля его, официально. Но есть документы греческие, обменные, то есть Грекий Привод, Турок и Привод просто поменялись с участками. То есть была комиссия, Грекий Привод приходит в эту комиссию, говорит, вот у меня земля находится там по себе скелет, там находится где Куртьярче стоит, я просто, да, это моя земля. Приходят Туроки, Привод, говорит, слушайте, у меня там земля, вот там на Южном Скипре находят земля, и они их просто меняют. Соответственно, эта земля уже этой комиссией поменена. В комиссию входят люди и с обоих сторон, и там плюс ООН и так далее, этот микс такой есть. Международная организация. Да, грубо говоря, так назовем. То есть, вы, когда покупаете квартиру, где титул отменный, это как бы ваш гарант безопасности того, что титул ваш чистый. То есть, никто к вам же не придет и не скажет, это моя земля. Потому что титул обменный, он официально, как бы уже, как бы, официально на неофициальной стороне, да, скажем так называемый, но он официальный, как бы, никто же вам еще не скажет. Есть понятие турецкого титула, это когда Турок Кипр был и является собственником земли, и, соответственно, это, конечно же, намного больше безопасности. Но, по поводу непризнанности, ребят, давайте будем немножко думать по-другому, потому что, я говорю, прошло 50 лет, Кипр не стоит на месте, он активно развивается. Последние, наверное, года 3-4 Кипр сделал большой рывок вверх по всему. У нас многие открываются, многие бизнеса открываются, строятся многие новые объекты, открываются новые пути, маршруты, построены новые аэропорты, Рыжан построили. Мы видим шаги определенные к тому, что что-то должно случиться. Либо он объединится, либо они сделают какой-то, не знаю, референдум сделать, какой-то, что, как бы, типа, Кипр как-то выведут из этого непризнанной территории. Я не знаю, но шансы потерять недвижимость, если вы все делаете правильно с адвокатами официально и нормальных участках земли, где официально титул из обмены, либо турецкий, как бы никаких проблем нет. Ну и вообще мы, как бы, не хотим работать с такими титулами, которые будут проблемы. Поэтому, когда вы приезжаете к нам, мы это все четко объясняем, рассказываем, и нам самим эти хлопоты не нужны. Поэтому, почему вторичка хуже первички? А потому, что вторичка – это очень много волокни, вот документально именно. Потому что ты едешь в эти фонды все, разбираешься, поднимаешь вот эту всю движуху и иногда натыкаешься на кучу разных нюансов, которым потом клиент сталкивается и как бы риэлтор виноват. Поэтому мы все это стараемся как-то посоветовать то, что будет действительно для вас лучше, проще, и с тем, что мы знаем, мы понимаем и легко, чтобы не было потом никаких проблем. Вторичка иногда, знаете, еще и проблема в чем? Люди часто не хотят брать адвокатов. Дополнительные расходы, да? Когда покупают вторичку, люди не хотят брать адвокатов. А это обязательно вообще никак? При вторичке это обязательно. При первичке еще можно как-то еще это дело обойти, но тоже мы рекомендуем, конечно, брать адвокатов, но вы сами решите. А для первички зачем адвокат нужен? Часто ввести сделку, допустим, до конца. Знаешь, допустим, клиент приезжает в какую-то компанию, риэлтор, да, это хороший там, не важно, любая компания, цезарь тот самый, люди приезжают, как бы, да, крупная компания, да, есть классно все. Но адвокат нужен тогда в чем? Допустим, клиент европеец, он не доверяет, риэлтору не доверяет. То есть для своего спокойного личного, да? То есть для себя самому взял адвоката, он взял адвокат, адвокат пошел с ним или вместо него пошел, зарегистрировал документы ему сделал, адвокат ведет его дело до титула, адвокат уже разговаривает со стройщиком по поводу титула, когда будет титул его готов. То есть это делает риэлтор тоже, но часто люди хотят, особенно европейцы, немцы, американцы. Но в целом это не обязательно, нанимать адвокатов, если ты уперед... Это пожелание, давай так, это пожелание. Пожелание. Потому что кто-то хочет что-то проверить, кому-то не надо ничего, как бы, и так далее, знаешь, как бы есть многие вопросы, такие дела. По поводу вторички я говорю, что лучше сделать, брать адвоката, если брать вторичку, потому что имущество может быть находиться в банке под залогом. Может быть такой нюанс, что, допустим, вам продает... Вася Пупкин продает квартиру, которую купил у Киприота. Да, допустим, стандартная схема на Кипре. Вася Пупкин купил квартиру у Киприота, Киприот ему дал доверенность на его имя, они там что-то недооформляли документы, сделали генеральную доверенность, пошли в квартиру, вы там приходите, покупатель приходите, дали ему деньги, поехали в земель, а земель она не снимается, потому что нужен Киприот, который должен сам выписать себя, снять... Вот об этих проблемах я говорю, что они могут воздействовать. И все, банальная вещь, а ты стоишь, руки разводишь, потому что ничего не можешь сделать. Это проблема уже и риэлторов, и людей, которые ищут дешевую, а-ля дешевая вторичка. Это очень большая проблема, потому что надо смотреть документы, надо нанимать адвоката для вторички. Это самый идеальный вариант, потому что адвокат проверит ваши документы, он скажет да, слушай, вот тут проблема в этом, ты можешь потерять все, либо потерять там какую-то сумму денег. Это стоит, не стоит решать вам. Кипри, интересная история. То есть здесь как? Здесь более надежно купить квартиру или недвижимость в стройке, которая еще не построена, но гораздо сложнее купить вторичку. Хотя в наших странах СНГ, да, у нас как? У нас наоборот, то, что уже построено, это более надежно, а то, что не построено, неизвестно, как построится, в этом есть страх и риск. И когда люди приезжают, русскоговорящие, они сразу паникуют, как это купить, например, на котловане, там, дом. Хотя дешевая цена, хорошая цена и выгодные вложения потом с годом будут расти и так далее. Но у людей паника, потому что в наших странах по-другому все. А здесь вот иначе рынок построен. Здесь как раз вот ты на котловане у компании надежно, проверенно покупаешь, и ты как бы имеешь как раз больше, так скажем, фундамента, да, такого, что у тебя все будет хорошо, нежели ты покупаешь там вторичку вроде уже готовую и так далее, но ты не знаешь, что там будет, когда ты начнешь в документах копаться. Тут тоже есть и прогрессивный нюанс. Иногда люди хотят первичку, вторичку, потому что типа выгоднее, да. Ну, у каждого свои пожелания, скажем так. Кто-то уезжает со своей стороны, ему нужно сейчас где-то жить, он не хочет снимать квартиру, ждать, пока она построится, чем через 2-3 года, он хочет сразу заехать. Такие варианты тоже есть. Бывает такое, что застройщики сами продают вторичку, то есть какой-то клиент отказался, не знаю, не смог выплатить, или просто продал компании квартиру. Это тоже вариант работает, такой схемы без проблем. Мы не против вторички, скажем так, мы просто хотим объяснить то, что если вы покупаете вторичку, лучше берите адвоката. Не пожалейте этих самых 500 и 600 долларов, стоит 1000 долларов, не пожалейте. Это сохранит ваши 100, 200 и так далее тысяч ваших денег, сохранит, которые вы можете потерять, скажем так, да, потому что есть разные вещи. То есть как бы вторичка на вторичка. Если мы говорим про жилье в стройке, это выгодно, но это выгодно уже больше как инвестора, мне кажется, знаешь, которые покупают на котловане, ну, как инвестор, допустим, вы как покупатель, у вас есть деньги на 2-3 квартиры. Одну вы покупаете себе для жизни готовой, допустим, либо там сейчас там через полгода она будет готова, а вторую вы покупаете квартиру, которая строится, для того, чтобы ее перепродать, либо сдать в аренду. То есть как бы такой вариант тоже существует, но сейчас это лично мое, опять же, практика моя, мое видение такое немножко, да, может, неправильно. Я сейчас вижу такую тенденцию, когда люди покупают квартиры для перепродажи и хотят, знаешь, там, как это было там года два назад, год и два назад, за полгода поднять деньги и сразу продать квартиру. Сейчас это уже не работает так активно, как это работало раньше. Сейчас немножко такой просад рынка получился. Ну, как просад, он работает, все как бы продается, все хорошо, но сейчас люди уже как бы не готовы много брать из рук, скажем так. Люди сейчас хотят покупать больше проекта, которые выходят. Ну, конечно, это выгоднее. Это намного выгоднее, потому что цена, вот как мы продавали, предлагали людям с Апфир, который открыл саной проект, там студии были по 87 тысяч фунтов, как бы. Кто-то скажет, это очень дорого, это, оля, типа супер дорого. Я не скажу, что это дешево, но это проект 7-звездочный отель, казино с огромнейшей инфраструктурой, с люксовым классом отделки. Там задумка очень хорошая. Задумка хорошая. То есть вы платите деньги за то, что вы, скажем так, кто-то видит, кто-то не видит, скажем так, да, потому что кому-то это очень дорого, он поедет Фома Густи купит себе квартиру. Но он больше поедет Фома Густи купит квартиру для себя, а инвестор, он смотрит на то, что потом это все классно сдавалось. Фома Густи она не будет так сдаваться, как, например, это же самое с Апфер. Она будет сдаваться, но Фома Густи тебе ее убьют, они ее убьют, студент эту квартиру угробят через год, и ты то, что это заработал, в них уложишь обратно просто в ремонт, и потом ее продавь и забудешь в этой квартире. Коль, знаешь, что хочу рассказать? Хочу смотреть, видите, наша стена увешана. Это нам доказывает о том, что мы официальное агентство, и вот хочется сейчас немножечко вот такую тему поднять с тобой, Коль. Сколько здесь псевдориелторов? Вообще, что такое псевдориелтор, да, вот таксист, риелтор и так далее, вот эти вот люди, которые себя как бы выдают за риелторов. Я вот сейчас расскажу, как я это понимаю, да, ты добавил. И знаете, есть люди, которые, ну вообще как бы риелтор, это такая вот престижная профессия на Кипре. Но, чтобы заниматься я официально, то тут уже, конечно, куча хлопот, и многие не хотят идти в эту всю рутину, документы, налоги и так далее, и так далее, штат нанимать. А проще, конечно, просто пойти, там, знаете, взять одно агентство, не агентство, а застройщика одного, того же там Цезаря, подписать какой-то там договор какой-то такой легенький, и все, и продавать у одного застройщика. И вот поехал там, знаешь, как прикол, в аэропорт едешь, ты таксист, берешь человека, и здрасте, здрасте, давайте я вам квартирку продам, а вы еще занимаетесь риелторством, да, 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 давайте, ну поехали. И перевозят Цезарь, показывают, вот это весь наш Кипр, да. То есть у них нету базы, нету, и такие люди, это люди, которые ненадежны, да, то есть вы должны понять, что когда вы с таким человеком связываетесь, у вас ноль гарантий, вообще ноль. Вы даже по факту на него заявить ничего не можете, потому что у него нету документов, у него нету офиса, у него вообще нет ничего. То есть если вам тут что-то продали, конечно, потом пойдете к застройщику, будете с ним решать вопросы, но, но, сколько вы теряете всего, потому что застройщик он решает только то, что связано с застройщиком, да, это, допустим, какие-то там подписания, ты приносишь деньги, если это рассрочка, каждый-то там квартовая выплата и так далее. Но другие вопросы с вами никто решать не будет. Компания это большое, ну, это такой клад, потому что ты всегда звонишь риелтору и говоришь, вот, Коля, знаешь, вот у меня какие-то проблемы, помоги мне. И Коля, он берет и помогает, да, там, решает вопросы, помогает, то есть он вас ведет от А до Я, и помимо этого еще наша компания предоставляет услуги, оформление, это тоже очень важно. Например, ты купил эту квартиру, ты разве знаешь, где там купить эту люстру, где там купить этот диван, нет, ну, что-то дорогое ты найдешь, да, там первое. А у нас в компании есть большой спектр всяких магазинов, которые более дешевле, где-то более выгодно, более качественно, мы все это знаем. И мы нашим клиентам это предлагаем все, то есть вы спокойно приезжаете, и вы довольны результатом, все контакты даем, то есть мы заботимся о клиентах. Почему? Потому что у нас есть имя, у нас есть, да, то есть вы можете сюда найти разрешение, вы можете сюда на нас там пожаловаться, грубо говоря, и мы, поэтому для нас это важно, мы бережем свое имя. Псевдориелтор ему не важно, потому что вы его за хвост не поймаете, ему все равно, ему важно продать, и может там ввести инстаграм страничку максимум, что там ты можешь какое-то доказательство предъявить. По поводу лекторов, на самом деле, да, то, что ты сказал, это очень такая интересная тема, потому что раньше более-менее как-то все это, скажем так, фильтровалось, да, скажем так, то есть были какие-то определенные компании крупные, или были государственные вопросы, которые более-менее хотя бы пытались что-то исправить, хотя бы как-то держать это все на пульсе. После определенного времени здесь, я не знаю, реально, вот у нас такая шутка ходит, Цезарь, знаешь, зайди в сауну и скажи, что ты хочешь купить квартиру. Это там, ну, вас не выпустят живым, сам вас не выпустят живым. С вас начнут депозиты просить, там, давайте я тебе квартиру дам, подарок, я тебе аренду сдам и так далее. Это сразу же вас, не знаю, вызовет кучу эмоций. Мы так знаем, надо уже приказывать, что надо там, кто-то приезжает, ноги, зайди, там, скажи, ты хочешь купить квартиру. И смотришь реакцию потом утром человека, который приходит, да ты что, ты вообще-то, и все начинаем смеяться. Все становятся риэлторами, банщики, все, бабушки, дедушки, не знаю, там, африканцы, которые моют полы, и которые мужики там ходят париться просто ходят. Все друзья со стройщиками, все губы целуются за стройщиками, не знаю, там, руку обнимаются и так далее. Это пародия Кипра, конечно, это сумасшедшая тема. Ты правильно сказал то, что люди, когда человек продает вам квартиру, тоже таксист, неважно, даже русскоязычный человек, который тебя просто встретил в аэропорту на улице возле моря, это человек, который ты потом ничего с ним не сделаешь. Он тебе пообещает, он может все что угодно пообещать. Мы тоже это часто видели, нам тоже люди часто писали, я помню, там даже катали людей. Кто-то приезжает кому-то в гости, часто такое явление бывает, люди просто воруют клиентов. Ну, как, допустим, мы не стараемся вести, как сказать, даже вот к нам приезжает клиент. Скажи пример последний. Я не собираю, я не хочу вас, знаете, вас за руку вести там с собой, там днем и ночью вас охранять и так далее. Как бы, ну, у нас нет такой цели в этом всем. Просто последний пример, когда клиент приезжал к нам, смешно прям было до слез. Смешно, знаете, в чем? Что клиент прилетает в аэропорт. Мы с ним договорились, что я должен его встретить в аэропорту в Арджане, и как бы вопросов нет. Он раньше прилетает самолетом, он просто выходит на улицу, как мне потом рассказывает, к ним подъезжает, подходит мужик. Может быть, и таксист. Кто-то там, человек подходит к нему, там, здрасте, здрасте, как вас зовут, а что я сюда приехали, давайте я вас подвезу. Куда вы едете? Он говорит, я приехал там смотреть. Ой, а я типа тоже вам покажу. У меня есть большая база клиентов, большая база застройщиков. Ой, а я риэлтор. Ну, типа он не сказал, что я риэлтор. Он говорит, у меня есть большая база застройщиков, давайте я вам покажу это, это. он типа так, ну как бы клиент говорит, слушайте, ну как бы я так типа не хочу особо интересоваться, потому что меня должны покатать. Это, кстати, ну была его правильная сторона, скорее всего. Он взял, сел в машину, мы поехали, они его отвезли в один проект, а-ля, супер элитный, но он капец какой-то дорогой. И он поехал посмотреть, ему стало интересно. Он как сказал, он говорит, мне надо в гольф-клуб, отвезли мне в гольф-клуб. Он говорит, а у меня в гольф-клуб, наверное, засрочки есть. И они ему сразу по дороге, нам показали этот проект, показали, мы с ним, я его оттуда забрал этого клиента, услышал эту историю, мы с ним вместе посмеялись с этой историей. И он мне рассказывает, вот там мне показывали квартиру, она там такая прикольная, но я ему объяснил, говорю, смотрите, вот вам показывают квартиру, квартира 2 плюс 1, она там стоит там 350 тысяч фунтов. Вроде цена как бы для того района, как бы, да, она такая, примерно такая же, как она есть, потому что квартира готовая, с мебелью и так далее. Минус какой? У застройщика обслуживание стоит 150 фунтов в месяц. И вы должны с нами посчитать, то есть как бы часто вы смотрите объекты, вы должны сравнивать их с все вопросы, все моменты. Почему ведутся к таксистам и просто к риэлторам, потому что сейчас YouTube, куча блогеров, куча людей, которые все продают, все рассказывают о Кипре, как здесь хорошо жить, как здесь все прекрасно, какова реальность и так далее. Не так, на самом деле, все как радужно, как рассказывают. И даже тот же риэлтор, который вас привез в какой-то комплекс, вам показывает и вам рассказывает, сладкие истории рассказывает о нем. Вы купите квартиру, потом у вас будет куча вопросов. Как мне сделать визу, как мне поехать что-то там сделать, а как мне платить налоги. При этом всем в дороге, когда вы едете с человеком, до подписания контракта, до того, как вы подписываете контракт, вам все будет обещать вам. Я вам со школой помогу, я вам с садиком помогу, я вам с документами помогу, я вам что-то сделаю, только купите, главное, подпишите документы. Как только вы контракт подписали, дали, деньги дали, человек сразу блокирует телефон, а кто, да-да, я завтра поеду вам через недельку, через месяц и забыл о вас уже другого клиента ищить. Поэтому работать с такими а-ля риэлторами, блогерами и так далее, как бы это ваш выбор, ваше право, но мы особо это не рекомендуем. Даже не точно особо не рекомендуем, Коль, потом к нам люди приходят и говорят, мы не можем порекомендовать такие вещи. Помогите, Коля, помоги нам, а как это, а как то, а как все. И потом такие возмущения на Северный Кипр приходят, просто вот эти отрицательные отзывы, они приходят от отрицательного опыта. Да, то есть кто вас встретил, как вас показали, что вам сдали и так далее. Но Северный Кипр не зависит от этого, да, то есть если вы не проверили компании, вообще официально, неофициально, вы сами пошли к какому-то неизвестному человеку, но по факту это ваша ответственность, это вы сами, ну, конечно, не хочется этого, никому не хочется. Поэтому мы об этом говорим, мы это озвучиваем, что лучше, лучше всегда, когда ты что-то хочешь, пойти к чему-то большому. Посмотрите, компания должна быть официальной, она должна быть подтвержденной, она должна быть на слуху, да, вы должны смотреть там не только YouTube там и Instagram, вы должны вообще понимать, кто этот человек, сколько он на этом Кипре, может, приехал три года назад, знаете, особо ничего не знает, или год, полгода назад, да, и он уже риелтор, он уже такой весь способный, он весь такой вот уже супер-супер, и вот он тут всем втолкаивает, втолкивает, а потом эти люди бегают и ищут людей, которые могли помочь. Я не куча денег на это тратить, ты куча нервов, поэтому всегда нужно либо по отзывам, да, там, как бы один купил, ну, сходи, посмотри там, ну, вообще поизучайте эту тему, потратить на это время, это все серьезно, да, потому что если вы найдете хорошего риелтора, поверьте, ваши инвестиции будут, вообще, они будут прекрасны, потому что, ну, действительно, риелтор очень о многом говорит. Вообще, я хотел, я много всем говорю, и даже сейчас хочу бы тоже еще раз напомянуть, что не стоит всегда смотреть только на один YouTube, на Instagram и так далее. Если у вас есть возможность, если вы там, не знаю, не впритык, как вы там собираете деньги, возьмите отпуск на неделю, приедьте сами на Кипр, возьмите сами машины, просто покатайтесь хотя бы остров, сам посмотрите, хотя бы для себя лично, поймите, нравится вам или нет, потому что, знаете, как, мы тоже, мы не можем показывать все, как оно, на самом деле, как бы все полностью, как оно есть, во-первых, потому что это нереально, просто много чего меняется. Есть, знаете, как, допустим, люди, многие приезжают, допустим, на Ларнаку, с Ларнаки дорога, это за границей, с Ларнаки, допустим, до Искелея, до Фомагусты, очень плохая дорога, там, очень старые дома, такие развалюхи, такие все, там, военные базы рядом стоят, и люди, просто, когда проезжая эту сторону, знаете, когда ты приехал на Южно-Кипр, там, Евросоюз, все красиво, все чистенько, все убрано, дорожки, бордюрчики, светлфоры, и вы приезжаете через границу, проезжая, там, километров в пять этой дороги, ты думаешь, боже, куда я приехал, такое все убитое, такое все страхно, такое все разрушено, и это первое ваше впечатление о Кипре, оно, с одной стороны, такое есть, потому что, конечно же, слушайте, ну, давайте будем реалистами, Кипр начал развиваться буквально недавно, и мы понимаем все, что эти застройщики, много комплексов, много проектов, они развиваются только сейчас, и... Ну, и цены поэтому не европейские. Цены не европейские, это согласен. Вы же должны понимать, они, да, дороже, чем в СНГ, но они не европейские еще. Ну, в любом случае, знаешь, люди смотрят на инфраструктуру, а чем меня встречают, а где меня встречают, и вы думаете часто, что вы покатали вас по топовым местам, и выйдете по всей Кипре, нет. Поэтому тоже самое и риэлторы, мы вас тоже не можем, знаете, за 3-4 дня, вам весь Кипр показать полностью. Мы стараемся во время тура показать самые актуальные для вас варианты и самые актуальные места, которые мы можем рядом вам показать. Но, конечно, в идеале, если бы приехали сами посмотрели все. Поэтому не стоит только верить тоже самым риэлторам, не стоит верить тоже иногда часто самой информации от риэлторов. Проверяйте информацию. Сами берите калькулятор, считайте математику, сами включайте, потому что люди, знаете, как бывает часто, тебе рассказывают сказки часто. Допустим, приехать, покупать квартиру, ты с сдачи в аренду заработаешь 25% в год. Но это нереально. Давайте согласимся, это нереально. Это реально возможно, но если вы будете сдавать ее каждый день, целый день, и это будет у вас кто-то такой, кто будет реально продвигать вашу квартиру. То есть средний арендный доход здесь у нас процентов 15. Это такой максимальный арендный доход, сколько человек может реально заработать. 8, 10, 12, 15 процентов, это реальный доход с арендой. Люди, многие верят в другие истории. Знаешь, ну это, блин, что надо рассказывать в личном, вживую общаться, как бы не... А еще ты знаешь, я читала в комментариях такой интересный момент, вот тоже меня это тоже так взбодрило, потому что люди пишут, вот я приехал на Северный Кипр, и что я там увидел? Я увидела, что это такая неразвитая инфраструктура, что это такое тихое, очень тихое место, что здесь так все грустно, скучно, нету движа Парижа, там вообще не знаешь, куда пойти, чего и так далее. И у меня сразу, почему меня это начало как бы эмоционировать, я на эту тему, я думаю, ну как, насколько человеку нужно было совершенно не посмотреть, что такое Северный Кипр, да? То есть ты же, сейчас у нас настолько все открыто, ты специально должен в своей голове поставить запрос, что я хочу. Если я хочу движ Париж, это точно не про Северный Кипр, да, Северный Кипр, чем он хорош? Он хорош тем, что здесь спокойно. То есть я не переживаю за своих детей, которые у меня гуляют на улице, то есть я из России, я приехала, и первое время у меня в голове вот это было вот, ну, такое, я постоянно дергалась, постоянно, куда мне ребенок побежал? Как твои, там, Колин дети бегают, там, его жена не дергается, а я на нее смотрю и не понимаю, почему она не дергается, уже у меня все удергается. А сейчас я успокоилась, сейчас я успокоилась, потому что мои дети там спокойно гуляют по комплексу, он закрытый. И у меня вообще как-то нет переживаний, и это огромный плюс, мамочки меня поймут. Но если, допустим, ты из категории людей, которые тусуются, да, которые ты молодежь, у тебя там, может быть, еще нет семьи, не надо Северный Кипр рассматривать. Здесь спокойная, уединенная жизнь возле моря, и она хороша именно для семьи. Здесь есть все, здесь сады, школы, дальнейшее образование, ты можешь спокойно, да, там, отправить ребенка в Европу, в Турцию учиться, ну, куда хочешь, да, там и так далее. Здесь все это есть. И, я не знаю, солнце круглый год, да, то есть совершенно другая категория, поэтому вот эти люди, которые огорчились, когда приехали на Северный Кипр, у которых какое-то разочарование пришло, а просто они очаровались не тем, они не поняли запрос своего внутреннего, да, который у них должен, а мы должны сформировать. То есть, если я должна понять, что я хочу, и когда я уже вот этот запрос сформировала внутри себя, приезжаю сюда, и я говорю, Коля, вот я хочу вот это, и тогда уже можно понять, человеку подойдет это или нет, даже мы можем ответить на этот вопрос, но когда человек сам не знает, что он хочет, да, там, просто приехать, просто что-то там как-то, то есть это не Европа, Северный Кипр вот вообще не Европа. Европа это совершенно другая история. Европа это, знаешь, есть такие эти, приколы в Инстаграме ходят, как я представлял общественный пляж. Знаете, когда яблоку негде упасть, вот это вот такая береговая линия, и там просто все ты-ты-ты-ты-ты-ты. Нет, на Северном Кипре не так. На Северном Кипре, допустим, вот у нас пляж, там, 10 человек, и нас уже-то много, мы уж такие, что-то сегодня народу много, вот это сейчас пик, там, в августе, да, июль. У нас нет такого, да, есть общественные пляжи, но у тебя куча пляжей, которые ты можешь спокойно, они все, например, да, тот же самый, там, Цезарь, вообще компании делают пляж индивидуальный, про твои апартаменты, да, это лично ваш пляж. И там нормально, там нету такого, что ты, мы-то, знаете, одну линию делим, 10 человек сидим, ты когда купаться пойдешь, я буду загорать. Тут нет такого, здесь свободно. То есть, Испанский пляж и Кипрский пляж, они разные совершенно, потому что чаще всего Испанию сравнивают с Кипром. То есть, тут даже сравнивать нечего, потому что это вообще две разные страны и два разных запроса они выполняют. Анюшка, хотел бы добавить по поводу Движ-Париж. Да, ты правильно сказал, это не Дубай. Давайте все это начнем. Кипр, это не Дубай. Не Дубай, это конечно тоже, да. Но давайте посмотрим с другой стороны, давайте рассмотрим Дубай, который был лет 30 назад. Он такой же был, как Кипр. Он был в деревне, глухая-глухая деревня была, но кто туда смотрел по-другому, люди вкладывали деньги, они сейчас получают с этого дохода огромный получают. У нас есть клиенты, которые приезжали, жили в Дубае до этого, и вот последний раз был клиент, который в Дубае живет сейчас. И там классно, вопросов нет. Но люди сейчас приезжают и смотрят, и говорят, да, это типа, это, это, ну, нельзя ставить туда Дубай, конечно, другая статифика. А цена в Дубае какая? Ну, это другая история. Это важно, это важно. Это другая история, другая информация, знаешь. Как вы можете сравнивать, например, Дубай, в котором 10 раз цены выше, и Кипру, в котором так… Люди сравнивают, знаешь, как движение. Люди хотят инфраструктуру, люди хотят, чтобы было куда пойти погулять, где покушать. Мы развиваемся, Северный Кипр, он начинает развиваться только сейчас. Мы начинаем развиваться в плане роста. Мы видим сейчас очень много европейцев поехало, Скандинавы, Германия, Америка начинает ехать, Европа очень сильно развивается. То есть мы видим, спрос у людей есть. Почему есть? Потому что люди видят что-то, чего они видят другие не видят. Северный Кипр, ты, как я и сказал правильно, это не место сейчас, на сегодняшний день, это не место для движа. Это место для тех, кто, во-первых, хочет выгодно инвестировать, кто хочет иметь запасной берег, о чем я говорю, о том, что в мире ситуации проблемы случаются, человек просто купил себе квартирку, оставил ее там на длительное время, и он за себе имеет ее. В любое время он может приехать в эту квартирку заехать и жить в ней без каких-либо проблем. А пока она ему приносит инвестиции? Пока она приносит аренду, пока она строится в стройке у кого-то. Кто-то просто закрыл на ключ и уехал домой. У нас есть клиенты, которые дачу покупались на Кипре, просто купили квартиру, обставили мебелью, и так чисто там два раза в год приезжают на каникулы, знаешь, на зимние каникулы, на летние каникулы. Да, да, да. Потому что зимой, допустим, где-то там в Европе холодно, а здесь тепло, здесь плюс 15, средняя температура, и хорошо солнышко светит. Ну и пока еще условия ВНЖ, и пребывание пока еще нормальные, но не знаем, что будем дальше. Второй плюс для европейцев, это и люди, которые не зарабатывают в гривнах, в рублях и в ювелирах, скажем так, да, это то, что здесь местная валюта, она более такая плавающая, знаешь, скажем так, то есть это и хорошо, иногда и плохо, потому что для европейцев это большой кайф. Для англичан это большой кайф. Почему? Потому что у тебя пенсия 2000 евро, допустим, ну, 1000 евро. В Германии, там, в Европе люди зарабатывают, имеют пенсию 1000 евро, у него здесь, ну, минимум, да, 2-3, минимум 1000 евро зарабатывают пенсию. Получает человек один, есть у вас двое, 2000 евро в месяц человек получает. Вы здесь купили свою квартиру, в какое-то время, что сказка? Петра 1000 евро, что-то рассказывает, он мне, 2000 евро не зарабатывает месяц. Я с Петром, они не могли бы бежать пенсионеры. Петров, ты еще евро мне сказал, нет, это еще европейский. Нет, нет, стопроцентно, да. Знаешь, почему? Потому что даже вчера у меня Андрей разговаривал с этим, с Николаем, который уехал из России, он живет, просто живет на дивиденды. Там 600 евро на человека выплачивают. Там большие суммы, это что, не нет? Да, потому что там и налоги большие, и цены большие. Там пенсии другие. Я к чему это веду, что пенсии в Европе большие. И здесь, допустим, нашим семьям, да, мы немножко дорого живем, потому что у нас много детей и так далее, и свои расходы. Нет, потому что у нас мышление СНГ еще. Другие расходы, скажем, давайте, скажем, другие расходы есть. Мы так считали одно время, что средний доход, средний расход, скажем так, на семью, на два человека, это где-то 600-800 евро в месяц. Это такой средний-средний расход. Если есть свое жилье, это не особо что-то экономия, просто отдыхая, жить, жилье нормально. Ты давно считал, Коль? Нет, давно-давно, Даш, ну смотри, я говорю про евро, я говорю про евро, я говорю про валюту. Тысячи евро? Ну, нет, 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 почему? Ну, посмотри, тысячи евро, это три тысячи лет. А если мы берем, например, платный садик, платный школу? Я говорю про два человека, я не говорю про семью. Нет, это другое, не путай. Ну, это что это входит? Еда? Еда, коммуналка, машина, там, обслуживание и так далее. То есть это такие... Тысячи евро. Восемьсот. Тысяча. Восемьсот. На двоих? На двоих. Нет, если ногти не делать каждую недельку, знаешь, там, или педикюр, маникюр не делать, на 800 хватит. Нет, тысячи евро не делать ногти. Да не тысячи евро, ты что? Давай, оставим том, что... Тут мы с Кольей подрались. В решили вопрос, ладно, тысяча евро будет. Окей, давайте так, что минимальный такой порог, скажем так, бедности, да, это тысяча евро на Кипре, который вам хватит для того, чтобы хотя бы просто выжить хотя бы. Ну, не то, чтобы выжить, более-менее как-то жить хотя бы. Это, я говорю, продавать человека без аренды. Это чисто только то, чтобы питаться. То есть это продукты, одежда, пара пойти в ресторан, не знаю, там машину заправить и так далее. Это вот примерно... Бензин здесь недешевый. Бензин недорогой. Давай это тоже. Потому что на Кипре бензин стоит примерно доллар сейчас. Примерно доллар. На Европе он стоит полтора-два евро. Поэтому вопрос уже такой. Я не говорю про Россию, про Украину сейчас тоже бензин стоит. Я из Украины, у нас бензин сейчас стоит полтора евро примерно стоит в Украине. У нас дешевле. Я из России. В России бензин дешевле. У нас там был дешевый, поэтому не будем сравнивать. Продукты, продукты дорогие. Продукты... Здесь дорогие. Здесь плюс-минус как Европе немножко похоже. Мясо дороже, чем в Европе. продукты питания фрукты дешевые на самом деле фрукты дешевле чем европе часто бывает то что мы там созваниваемся с ребятами и на фрукты дешевле особенно местные то что есть растет такие да место выращивать он посадил у себя мандарин это а если у тебя нету то у соседа есть короче цены здесь продукты питания средний как европейский плюс минус плюс минус так скажем аренда я не знаю за аренду надо сравнить будет смотреть аренда дороже в испании я не знаю я не смотрел опять же где жить да и близи вблизи море далее к близи моря но тут уж сама если ты возьмешь искали возле моря барин будет 1 из этого могу что там гиры там тоже здесь возле моря ты такую же квартиру в испании можешь снять но далеко от моря но она будет по интерьеру такая будет испании дешево именно такое за холостка за жилье 2 здесь кстати его практически нету дали смоток вот такого что в аренду такой знаете прям вот деревенской долги бенской такой все разваливается обойка на тебя падает такого здесь нет здесь более все такое более-менее прилично поэтому но помогу стену опять же не сдают его там мало учитывая квартире которые местные живут и продают этот дом эту квартиру здесь момент это с работой на об этом мы расскажем поэтому заработать интересно подписывайтесь будем мы хотим попробовать сделать прямые эфиры если вам интересно ставьте хотя бы лайки что мы понимали что есть хотя бы какой-то спрос скажем так есть вопросы 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 которые вас интересуют да если обсудили если какие-то вопросы пожелания вы пишете куда-то на instagram на ватсап на вайбер не дальше куда угодно в комментариях если хотите если можете я понимаю что не все могут вписать как когда не всем могу писать комментарий мы вас понимаю да поэтому выбор ваш если интересно подписывайтесь пишите если что-то мы не раскрыли и большин изatonoga болтали тоже напишите в комментариях так как бы хотев взять более живое общение без монтажа обрезок резкого остального по-настоящему до простя как мы есть поэтому приезжайте на туры покатаем покажут что вас интересует пишите задавайте вопросы Если у вас еще какие-то вопросы, именно реально интересуют какие-то вопросы, подписывайтесь на наш канал Dream Life Cyprus, ставьте лайки и до скорой встречи. Друзья, ставим лайк, колокольчик, пишем комментарии и ждем вас на Северном Кипре. Да, и приезжайте. Пока-пока. Пока-пока.